Сейчас будем осуществлять приклейку оконных профилей на откосы оконные. Но прежде чем приклеить оконный профиль, нам надо убрать лишнюю пену. Сначала убираем пену. Кстати, вопрос, который очень многие люди задают и не находят ответ. Пленку тоже нужно, которая защищает пену, убирать. А то берут и оставляют. На оконных проемах обязательно надо убирать. И мало того, надо оконные проемы зачистить. Тряпочкой протереть, лучше каким-нибудь там... И водкой протереть. И водкой протереть, да. Водкой протереть, чтобы... Обезжирить. Обезжирить, да, чтобы клеевая составляющая оконного примыкающего профиля хорошо приклеилась. Ну что, производим разметку, приступаем. Да, значит, мы размечаем, отступаем от края... От края оконного профиля 15 мм. Подожди, 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 подожди. Подожди. Так. Стой, прижми. Прижми, прижми опять линейку. Вот, и карандашик применяйте. Вот, давай. Так, сейчас подожди. Чтоб людям было понятно. Давай. Мы для людей снимаем. Разметим сразу все. Угу. Очень удобна именно линейка, потому что у рулетки есть... Два миллиметра брака. Да, да. Два миллиметра брака. И начинаем рисовать линии. Маркером лучше не рисовать, потому что размазывается все. Очень удобна линейка тем, что она не царапает оконный профиль. А провила обычно оставляют алюминиевый след. Поэтому пользуйтесь метровой линейкой. И обязательно нужно делать перекрестие, вот эту вот, линию. Для того, чтобы вы потом увидели. Кстати, ты лучше бы нарисовал бы линию перекрестия. Конечно, потому что люди потом не видят, когда клеят. Особенно новички. Угу. Я вот всегда заставляю делать именно перекрестие, чтобы было четко видно людям. Давай один поставим под 45, зарез. А второй флажок. Так, подожди чуть-чуть. Друзья, значит, сегодня те, кто планирует построить себе дом, есть камни. И, соответственно, будут заниматься, будут делать посадные работы. Если будут мокрые посадные работы, то я рекомендую вам. Сейчас присоединяйтесь с Антекольским. Вот он в кепке. Он стоит с камерой здесь, на этом стенде. И на этом стенде они показывают сегодня, как правильно, вот вы видите, что сделается подбор к окну, как правильно утеплять дом и, соответственно, это окно. Кого это интересует, я знаю, что сегодня есть строители, пожалуйста, подойдите, смотрите, потому что, с моей точки зрения, Илья Кольцкая, это один из, по-моему, так, высоких специалистов здесь, в Московской области, в Москве. Значит, смотрите, ребят, при резке, как можно глубже берете ножницами, вот, смотрите, режу. Видите, подламывает. Режу обратную сторону. Казалось бы, одно и то же, но обратите на результат. Видите, рез чистый, хороший рез, нет подлома. Поэтому, если я хочу получить чистый рез, я должен резать именно с этой стороны. То есть, вот эта губка не ломает, а вот эта вот подламывает. То есть, если я возьму вот этот кусочек, вы видите, вот они, видно, подлом и рез. Вот подламывает, вот режет. Это очень важно. Кстати, прям беленькую нажми, чтобы, да, фотографию сделала. Вот. То есть, видите, вот подлом и рез. Нам нужно замерить элемент примыкания. А ты лучше наоборот, снизу вверх как раз зацепи. Да. И на растяжку. Давайте я помогу. Все. Да. И минус пару миллиметров как раз от отрезанного конца. Лучше всего по тыльной стороне мерить удобнее. И отметочку карандашиком. Делаем. Да. Как всегда, карандашик, оказывается, не с той стороны, где нужно. И уже затупился. Ну ничего, у нас же стройка. Значит, можно еще резать болгаркой маленькой. Так, с обратной стороны. Чтоб не ломало. Да, риску переноси на эту сторону. Как можно глубже. Вот. И у нас получается чистый рез. Потому что если бы резали в другую сторону, у нас был бы подлом. Это особенность. На сухую проверяем. Прикладываем. Ну что, приклеиваем. Приклейку, да. Отдираем защитную пленочку. Прикладываем. Аккуратненько. Ровненько прикладываем ее. Прижимаем. И снимаем. И постепенно ее прижимаем. То есть надо выровнять ее. Может один человек, могут двое. Ну, вдвоем с подручной, скажем так. Один может ровнять. Мы чуть-чуть, ребят, простите, измазали карандашом. Ну, это карандашик. Карандашик, все страшно. Он смывается. Он потом боится. Тем более здесь не страшно. Здесь будет утеплитель. И этого видно не будет. Я вот, видишь-ка, отторвалась пленочка. Давай снизу начнем сейчас. Давай снизу. Бывает, какой отрывается. Сильно где-то нажал, приезжал ее. Поэтому, когда при приклейке, не пережимайте вот здесь. Дальше отрывается пленочка. Вот она где-то здесь. У нас уже прижата. Все, и клеили, прижали. И оставляем так до монтажа утеплителя. Здесь потом отдерем пленочку и приклеим пленку, чтобы не пачкать окна. Чтоб не подломало, режем с этой стороны. Все. Отмеряешь длину. Замеряем сейчас длину. Сколько здесь? 152. 152,5. По тыльной стороне. С той стороны. А где подрезали? Мы ту подрезали. А, ту подрезали. Да. С обратной стороны режу. Сетку разрезь вначале. Да, сейчас разрез. Так же отклеиваю пленочку. И... Угу. И... У нас ровненько получается. На оконном профиле стоит вспомогающая. Все. Клеим девяточку. Значит, стыковать между собой их можно. Но стыковать лучше на вертикальных. На горизонтальных не стыковать. Так же подрезка. То есть губкой, чтобы... Да, вот она. С этой стороны. Угу. Чтобы не ломала. Это вот режет, а это ломает. Угу. То есть здесь в обратную сторону. Ставишь. Длину карандашиком. Умеряешь. Вначале прямой рез. Так, с обратной стороны. Да, с этой. Так, сломает в другую сторону. Подожди, подожди. Не, я не прав. Нет. Да, это все. Да, все. Так, да. Я уже сам запутался. И меня путаешь. Что ж? Прошу прощения, извини. Так. Проверяйте. Стыковку. Так же. На сухую. Вот. Обманулись немножко. Он что? Сколько? Два миллиметра? Ну, здесь да. Нормально. Больше. Да нет. Тут нормально. У меня. У тебя сколько? Ну, должно быть 2-3 миллиметра. Все нормально. Да? Все. Тогда. Стык-стык нельзя. Отклеиваем так чуть-чуть. Приклеиваем. Ну, видно. Все. Все. Приклеиваем. Давай я сниму здесь еще. Нельзя стык-стык. А то будет температурное расширение. Ну, чтобы играло. Данил. Данил. Продолжение следует...